Когда-то Юрий Миллер занимался теоретической физикой под началом академика Виталия Гинсбурга, будущего Нобелевского лауреата. Но в 1990 году, пару лет поторговав компьютерами, уехал учиться бизнесу в США. Он окончил Уорденскую школу бизнеса, устроился на работу во Всемирный банк и отвечал там за российскую банковскую систему, которая в то время бурно развивалась. Этот процесс выглядел настолько интересно, что в 1995 году Миллеру захотелось поучаствовать в нем лично. Вернувшись в Москву, он начал карьеру в банковской группе Минотеп с объявления о дружественном поглощении легендарной кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Все было сделано в лучших традициях Уорденской школы бизнеса, о которых в Москве тогда мало кто знал. «Красному Октябрю» удалось защититься от поглощения, зато автор идеи быстро прославился. Со временем цивилизованные методы бизнеса, которыми всех поразил Миллер, стали обычными для России. Сам он рассказывал ведомостям, что в бизнесе руководствуется принципами теоретической физики. Ищет ранние признаки тех тенденций, которые будут доминировать через 5-10 лет. Поэтому после кризиса 1998 года он ушел из Минотепа и стал инвестором Mail.ru. Его венчурный фонд Digital Sky Technologies, основанный в 2005 году, прославился на весь мир благодаря вложениям в Facebook и Twitter на самых ранних стадиях, когда мало кто смог увидеть в них главные социальные медиа современности. Миллер продолжает следить за научными достижениями. В 2012 году он учредил ежегодную премию за достижения в области фундаментальной физики по размере 3 миллионов долларов. Ее обладателями стали уже 9 ученых. А год спустя вместе с создателем Google Сергеем Брином и основателем Facebook Марком Цукербергом учредил фонд, который награждает за открытие в области медицинских исследований.